В эпоху слияний и укропнений концерн Daimler наоборот, надумал располовиниться. Тонкие подробности раздела будут объявлены позже, хотя главное уже объявлено. Теперь за грузовики и автобусы будет отвечать самостоятельная компания Daimler Truck. Новой компанией отойдут грузовое подразделение Mercedes-Benz плюс индийский Barrett-Benz, японская марка Fuso, немецкая Zetra, а также американские Freightliner, Thomas Build Basses и Western Star. Второй половиной бывшей империи станет Mercedes-Benz AG. Ему отойдут легковые автомобили и малотоннажный Comtrans. Помимо бренда Mercedes-Benz, этому новообразованию также достанутся марки AMG и Maybach. Соответственно, акции самого концерна Daimler AG перераспределятся между нынешними владельцами концерна. Правда, некоторый объем ценных бумаг нового грузового объединения будет принадлежать легковому Mercedes-Benz. Еще одна корпоративная новость пришла из солнечного Узбекистана. Там государственная компания Уз Автомоторс, которая еще относительно недавно называлась GM Узбекистан, затеяла грандиозную реорганизацию производства. В конце декабря головной завод был остановлен, дабы оборудовать полностью новый сварочный цех. К высокой автоматизации никто не стремился, однако качество автомобилей теперь должно стать заметно выше. Тем более, что как раз недавно владельцы новеньких среднеазиатских Chevrolet затеяли грандиозный флешмоб, выставляя на обозрение интернет-общественности обильные недостатки своих только что купленных машин. С улучшенной сваркой производство стало совершеннее, хотя главный итог улучшений – это возможность выпускать актуальные модели Chevrolet на модульной платформе GEM. А первенцем планирует стать современный паркетник Chevrolet Tracker. Добавим, что Tracker – это двухгодовалый кроссовер, созданный для Китая и Бразилии. У него есть несколько разных моторов и коробок, а привод бывает передним и полным. В Латинской Америке паркетник нынче стоит около 15 тысяч долларов. Логично, что главным рынком для него боссы узбекской компании видят Россию. Притом для обхода пошлин придуман и опробован хитроумный план. Почти собранные машины отправляются на завод Saare Arca Autoprom в Казахстане, где обрастают некоторыми деталями, чтобы получить казахский вин. Казахстан. 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 Продолжение следует...